Здравствуйте, Тимур! Здравствуйте, Зухра! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Конечно, я сразу хочу поздравить вас с тем, что вы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года 2024 года». Как известно, этот год объявлен Годом Семьи нашим президентом. Вы победили в номинации «Хранитель традиций». Откуда вы узнали про этот конкурс? Как вас выбрали? Расскажите про участие. Здравствуйте, Белла! Для начала хочу поблагодарить всех, кто помог нам участвовать в этом конкурсе. И для нас большая честь представлять интересы нашей республики, столицы нашей Родины. А началось все с того, что к нам позвонились администрации нашего сельского поселения и сказали, что подбирают семьи, хотят выбрать самую лучшую семью с нашего аула. Они сказали, что будут участвовать все аулы Ногайские, поэтому нам нужны самые такие яркие семьи, у кого и родители, и дети активны. Ну, мы согласились, и потом получилось, что подключилось управление труда и соцзащиты населения Ногайского района. И вот мы вместе с администрацией, с управлением труда начали подбирать анкету, как написать, что написать, какие требования у них были. И согласно этим требованиям полностью предоставили информацию о нашей семье. Вот с этого и началось. А потом, когда позвонили, сказали, что именно икон Халк выбирают, и именно нашу семью выбирают в республике для участия. Ну, как бы мы выиграли с нашего района, этап районный прошли, и нам было очень приятно, конечно. А потом, когда узнали, что в республике мы уже как хранитель традиции семья вышли, вообще супер стало. А теперь еще и сообщили, что мы в Москву поедем. С 16 по 19 там будет награждение именно семьей. Там будут много разных категорий. Там молодая семья, золотая семья и так далее. Там очень много категорий, 88 регионов представляют, 88 семей будут там представлены, будут награждаться в Кремлевском дворце. У вас четверо детей, они тоже участвовали в конкурсе, поддерживали вас? Вначале они говорили, может, мама не надо, может, нам не стоит туда идти, потому что стесняются дети. Иногда бывает, что заняты, там кружковые работы и так далее. Но когда уже приготовили ролик нашей семьи, у них настроение поднялось. Там было написано, какие они хорошие, какие они активисты, кто кем занимается. Они говорили, ну, вроде достойное представление нашей семьи, можно и попробовать. Я знаю, что скоро 25 лет, как вы вместе. Тимур человек творческий, вы человек творческий. Тимур играет на дубре, пишет тексты. Вы известная певица, поэтесса, творческий человек тоже, конечно. И хочется узнать, вас музыка связала или как вы познакомились? Тимур, нас с тобой познакомили, кажется, стихи, да? Мы через стихи познакомились, да, через поэзию. К Тимуру попала в руки моя тетрадь со стихами. Это были далёкие, начало 2000 года. И потом, после того, как он ознакомился с этими стихами, он начал искать автора и нашёл. Конечно, это немножко банальный вопрос, но у каждой семьи свой ответ. В чём секрет счастливых семейных отношений? Как острые углы обходите? Как находите общее мнение о воспитании детей? Ну, как учитель биологии, я могу сказать такой пример. Я знаю, что для человека очень большую пользу принесёт маленькая баночка облепихового, допустим, варенья, чем, допустим, он съест целое ведро различных импортных лекарств. То есть пищеварение передаётся по наследству. То есть не только пищеварение, то есть все обычаи, адаты наших предков, они непосредственно связаны со своими корнями. И если мы будем передавать нашим детям, подрастающему поколению, то, что нам передано, всю эту мудрость, то мы несравненно добьёмся успеха. Я думаю, что взаимопонимание в семье, оно очень важно, играет очень важную роль. Потому что один в поле не воин, муж должен поддерживать супруг, супруга обязательно должна поддерживать своего мужа. И дети тоже должны поддерживать друг друга в семье. Только так можно обрести гармонию в семье. Острые углы везде бывают, во всех семьях бывают споры, несомненно. Но по воле Всевышнего у нас есть разум. Мы можем услышать друг друга. У нас есть душа, которая тоже слышит сердце, которая тоже понимает много. И если включить все эти факторы, я думаю, можно все углы сгладить и прийти к общему результату. Вот недавно я была в Турции, посетила очень масштабный праздник Сабанто и Ногайский. И там были два дня хорошего праздника. И были приглашены высшие власти этой республики, Турецкой республики. Были приглашены нагайцы, представители нагайского этноса, проживающие за рубежом. Это Германия, Голландия, Иордания, Румыния и так далее. И также были приглашены очень много районов самой Турции. И я хочу подчеркнуть, что была представителем нагайского народа, культуры нагайского народа и литературы. Наша делегация состояла из нескольких человек. Но дело не в этом. Дело в том, что тогда, когда я там была, я почувствовала вот это вот братство, дружбу. Потому что нагайцы вроде проводили праздник, мероприятие, собирали людей. Но там было огромное количество других национальностей. Там были турки, там были казахи, там были башкиры, татары, черкесы там были. Огромное количество братских народов. И я думаю, именно вот это должны мы пропагандировать и в своей семье, братство между народами, и с высокой сцены наших трибун. И вот если мы будем обращать внимание на такие вещи, с малых лет ребёнок должен видеть в семье у подола матери, с молоком матери ребёнок должен получать вот эти принципы, законы, содействия с обществом, традиции, которые он должен видеть в семье, чувствовать в семье, в своём гнезде, вот это он потом проявит уже в своей будущей жизни. Я думаю, вот детям нужно прививать вот это. Мы вот народы Карачаева-Черкесии, многонациональные народы, общество наше, мы живём на одной и той же долине вроде бы. Мы живём, наши стада пасутся на одних и тех же пастбищах. Мы сами пьём воду с одной и той же реки. И вот эта вот дружба, братство, которое мы испытываем, да, оно должно пропагандироваться и должно идти не вразрез с нашими интересами каждой семьи. Каждая мама должна в семье именно говорить о том, что братство, дружба народов — это огромная, огромная польза не только для общества, но и для каждой семьи. Ребёнок с молоком матери должен впитывать. Первый фактор, с чем он впитывает вот это всё, любовь, да, к родной земле, к родному народу, да, к языку, к культуре — это язык. Язык, именно язык формирует будущее уже ребёнка. Например, я на свадьбах сейчас, получается, что жених Ногайец, например, а невеста русская или там Доргинка, там кто-то с другой нацией, да, и я провожу обряды. И вдруг я вижу вот такой вот взгляд невесты, ну а почему вы говорите на Ногайском? И мне хочется отметить, что обряды, традиции, которые мы получили с нашим языком от наших предков, мы должны обязательно говорить именно на том языке, на какой народ был направлен. Направлена эта информация, эта традиция, этот обряд. Поэтому невозможно на русском языке передать то, что мы хотим сказать на Ногайском языке, да, на Кумыкском, на Карачаевском. И поэтому важно, важно знать свой язык, обязательно, первым делом язык, чтобы он не терялся. Мне кажется, мы уже чуть-чуть теряем свои поколения подрастающие, потому что они мыслят на русском языке. Нам важно, чтобы наши дети мыслили на Ногайском, на Карачаевском, на Черкесском, Абазинском языке, потому что это наши корни, это наши истоки. Без этого мы не сохраним ни традиций, ни обрядов, ничего. Зухра, вы сказали вначале, что вы поедете в Москву на церемонию награждения. Программу вы уже знаете? Программу еще не предоставили нам, но уже купили билеты, они сами покупают нам билеты на маму, папу и двух несовершеннолетних детей нам купили, а на старших мы сами должны купить. Вот такие вот требования. Но мы уже приобрели билеты, все хорошо. С 16 по 19 нам будут предоставлены возможность там ночевать, кушать и так далее. И все это организовано, мне кажется, на очень высшем уровне, потому что с нами всегда координаторы на связи. Они сейчас будут присылать нам в личные эти контакты. Программу. Два дня, насыщенных два дня, будет программа. Первый день там экскурсии и так далее. А второй день уже награждение в Кремлевском дворце. Ну, пока только это знаем, большей информации, к сожалению, не располагаем. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам удачи на этом конкурсе всероссийском. И мира, добра, долголетия вашему семейному союзу и вашей семье. Спасибо. Четыре цилиндра в ряд с турбонадувом. 215 лошадиных сил. Запас хода – тысячи километров. Повышенная проходимость. Преодолеваемый подъем – 60 градусов. Вмещает компанию до 9 человек. И здесь все свои. Присоединяйся к своим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...